Вот этот вопрос, когда меня задают, кто были вашими учителями, мне особенно приятен, потому что я очень люблю рассказывать про своих учителей. Кроме того, могу сказать, что те, кто умеют учиться, они учатся не только у конкретных людей, каких-то высокопоставленных или с большим количеством регалий. Учиться можно даже у тех, кто у тебя на тренинге присутствует, и это тоже мои учителя. То есть учителя меня окружают везде и всюду, но все-таки расскажу в нескольких словах о тех, у кого я училась профессиональным компетенциям. Марк Кукушкин, он в профессии уже более 20 лет, вообще очень приятно, что он так является нашим земляком и тоже из Сибири, из города Томска родом, но уже более 20 лет он живет и работает в Москве, и он имеет несколько компаний, в которых он либо старший партнер, либо собственник, и это компании, которые занимаются организацией, проведением тренингов, семинаров и аттестацией персонала. Марк Кукушкин создал какое-то количество лет назад, вот мой диплом он 780, не помню точную цифру, то есть это уже с места подходящий я студент, хотя уже вот пять лет прошло, сейчас наверняка это уже за тысячу зашкаливает, и он открыл вот такой проект, открытый университет Марка Кукушкина, который работает в разных городах. У него городов то больше, то меньше, вот сейчас на данный момент остались только в городе Москва и городе Кемерово обучение бизнес-тренеров, раньше это было еще Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и еще разные города. То есть он выбрал такой формат работы, что понимая, что не все могут приехать только в Москве поучиться в его школе бизнес-тренеров, он придумал такую идею, что он сам приезжает в города и этот город уже там близ таких лежащих территорий приглашает людей интересующихся данной профессией. Марк автор множества статей, автор книг, он очень много путешествует. Наверное, сейчас уже нет на карте мира той точки, где он не был. И особенно интересно, что он пропагандирует семейные ценности. Это не просто так, что вот там на словах, он везде и всюду ездит со своей женой. И по работе, и в путешествиях они всегда вдвоем приезжают. Работает с крупнейшими заказчиками, такими как Росатом, Газпромнефть, работает с первыми лицами компании, выпустил множество, множество-множество студентов. И я не знаю, как это сказать, это, не знаю, отец и мать всех тренеров России, которые есть. И его одной из основных таких интересных проектов, он создал образовательное мероприятие, которое является одновременной площадкой для развития и площадкой для праздника. Это пир. Пир – это фестиваль, праздник, праздник, практика развития. Он проходит, регулярно проходил раньше, в сентябре месяце в Москве, накануне его дня рождения, то есть съезжались все бизнес-тренеры, кто сначала, это был узкий круг, там человек сто, он приглашал, а потом это все стало больше и больше, и они вот, ну он решил, что мы будем просто так праздновать, давайте обменяемся у кого, что произошло там за последний год. И вот они обменивались своими практиками, кейсами, опытом. И вот так это маленькое кулуарное мероприятие выросло в масштабный проект, который сейчас проходит уже по шести регионам. И это не только один раз в Москве, но вот в марте это в Новосибирске проходит, сейчас в июне это будет Казахстан, а в мае Грузия, еще в октябре на Кипре проходит пир, ну и так далее, то есть по разным-разным регионам. Находятся желающие организовывать, и Марк приезжает на все мероприятия, но является главным идейным вдохновителем и куратором. И приезжая на пир, есть возможность пообщаться и побывать на мастер-классах разных именитых, очень редких и дефицитных людей, которым вот так вот просто не попадешь. Но вот благодаря такой встрече есть возможность поучиться даже у таких интересных очень людей. Всем известный Радислав Гондопас. И много о нем знают, и много о нем говорят. И особенно интересно вот в формате пир и увидеть его в неформальной обстановке. Как-то раз мне вообще довелось проводить вот на пире рефлексивные кружки. Такая была идея у Марка, что новые выпускники, вот только-только я получила дипломы, это были с разных городов люди. И он предложил вести вечерние рефлексивные кружки, когда по итогам дня нужно было собираться в определенный круг, там все это было организовано по номерам, и обсуждать, кто чему научился за этот день. Так случилось, что в мой кружок как раз попал Радислав Гондопас, и он просто сидел вот со мной также и просто рассказывала, какие выводы он сделал за сегодняшний день, чему он научился, какие инсайты получил. И особенно было интересно именно вот в этом моменте у него учиться, потому что несмотря на его популярность и востребованность как профессионала, бизнес-тренера, спикера, он очень земной, обычный человек, который вот надо рефлексивный кружок, я прихожу на рефлексивный кружок, надо рассказать, чему я научился сегодня, он рассказывает, чему он научился. И при этом он с большим вниманием и уважением служил, слушал каждого, кто в этом кружке было, это были разные, кто-то был тренер, кто-то коуч, а кто-то просто HR, который так вот случайно попал на этот праздник. И вот учиться можно формально и можно неформально, вот мне очень ценно был такой опыт неформального обучения у Радислава. Также на пире мне очень нравится один из моих вообще любимых учителей, это Алексей Ситников. Очень ценю, уважаю его работу, его рост, его вообще путь. И тоже очень приятно учиться у него, как он делится своими мыслями. Это скорее такое мудрое, кладезь мудростей. Не столько технологий он передает, сколько мудрости, понимание каких-то жизненных ситуаций, обстоятельств. Александр Гальчин также тот человек, у которого можно поучиться. Он не организовывает таких тренингов в свободном формате и так, чтобы к нему попасть на тренинг, это очень, не знаю, вряд ли такое может быть, потому что он работает только с первыми лицами правительства и с первыми лицами крупнейших компаний, готовит их к публичным выступлениям. И было очень полезно и ценно побывать на его мастер-классах, потому что это действительно редкость и вот благодаря пространству пира это было возможно. Также интересно было пообщаться с Михаилом Кларином и посмотреть его технологию, например. Такая технология, которая, ну можно сказать, и часто, и редко, это организационные расстановки. Кто-то их умеет делать, а кто-то нет. Вот Михаил Кларин один из тех, кто это делает очень виртуозно и было интересно понаблюдать и взять его технику. Что касается фасилитации, я обучалась у Людмилы Дудоровой. Людмила Дудорова это президент Ассоциации российских фасилитаторов. 15 лет они уже на рынке внедряют фасилитацию и привозят разных специалистов и профессионалов этой сферы из других стран. Например, в тот год, когда я получила приз, что я стала лучшим фасилитатором России, это было награждение в 2017 году по итогам проекта, реализованного в 2016 году. И на конференции фасилитаторов мне вручал приз Джеффер Лондон, это британец, но он родом из Нью-Йорка, живет в Британии. И это фасилитатор высокого уровня, который показал мастерство коммуникации с группой и вообще его такая тема исследования глубины, это коммуникация. Также Брюс Роулинг и другие фасилитаторы, которых Людмила привозит, и очень интересно у них учиться. Было интересно взять опыт у Екатерины Киктивы, это кинотехнологии в тренинге, Ольга Ладога-Ячменева, которая передала технологии организации создания деловых игр как инструмент для бизнес-тренингов. Также было интересно обучаться скетчингу, скрайбингу и вообще работы для бизнес-тренера очень важна, работа с визуализацией, и это Александр Дудоров, которому тоже безмерно благодарны за его опыт, ну и многие-многие другие.